Неутешительная статистика в исследовании проблемы глубоко копать не пришлось. Причины плачевных фактов оказались на поверхности. Отправившись в Брестский район, представители смотровой комиссии лицом к лицу столкнулись с разными проявлениями человеческой безответственности. Виной тому в большинстве случаев было пагубное пристрастие людей к алкоголю, которое и привело к запустению хозяйства. Пример семьи Антроповых в данном случае показателен. Говорить о соблюдении правил безопасности здесь не приходится. К эксплуатации неисправной печени единственное замечание, которое сделали хозяину дома. Запущенная дворовая территория, присутствие горючего материала, представляющего огромную опасность. Принятие скорых мер стало необходимостью. Привлечение домовладельца к административной ответственности. Такой вердикт вынесли в отношении пожилого мужчины. Практика показывает, данная категория граждан, которая ведет социально опасный образ жизни, но она не смотрит за собой. И, конечно, да, она нам приносит немало хлопот и бед. То есть они не смотрят за своим жильем. Они его не содержат в нормальном состоянии. Ни печи, ни электропроводку, что часто и приводит к пожару и к плачевным, к сожалению, последствиям. Клавдия Тихомирова – пенсионерка. Она проживает вместе с сыном, злоупотребляющим алкоголем. Обойти стороной эту семью смотровая комиссия не могла. И уже на пороге дома стало ясно – визит был необходим. Неисправное состояние электропроводки, трещины в печи, условия полной антисанитарии. Слова в данном случае излишни, однако долг спасателей предупредить. Огнеборцы попытались в очередной раз достучаться до граждан и призвать их к наведению порядка в доме. Большой радости в ходе рейда были обнаружены и положительные примеры. Пенсионерка Ольга Студнева заслужила похвалы от представителей смотровой комиссии. Женщина элегантного возраста следит за хозяйством. В доме исправны электроприборы, царят чистота и порядок. Чисто, печь побелена. Ничто не мешает. Ничто, в принципе, скажем так, нас в этом доме, кроме возраста данной дамы, не пугает. Дети навещают, смотрят. Ну вот единственное, сейчас уже она включена в программу, в программу, будет установлен автономный пожарный извещатель. Еще бабушки. Дети навещают постоянно. И человек содержит свое жилье. Вот мы смотрим контраст. Нормальные, здоровые люди, которые могут работать, как они живут, приходится их заставлять и власти, и нам работать именно на свой быт. Посещая дома жителей, помимо бесед, члены смотровой комиссии вручали наглядную информацию хозяевам. Ускорить процесс реагирования – такова главная цель в деле профилактики. Силы областного управления и гороотделов по чрезвычайным ситуациям мобилизованы на проведение пожарно-профилактической и пропагандистской работы в районах области. Нами проводятся как индивидуально-профилактические мероприятия, так и мероприятия, направленные на массовый охват граждан. Это выступления в трудовых коллективах, сельские сходы, задействуются средства массовой информации, операторы кабельных каналов, интернет-ресурсы. В ходе которой гражданам разъясняются правила пожарной безопасности, направленные на предупреждение пожаров по причине печного отопления, электропроводки и шалости детей с огнем. Масштабная кампания поможет обратить внимание общественности на проблему, подойти к ней с большей ответственностью и внимательностью. Но все же не стоит забывать о том, что причина необратимых последствий кроется в самом человеке. Только он в ответе за свои действия, только в его силах оградить себя от опасности.